Добрый день, уважаемые телезрители! Сегодняшний обзор на нашем канале будет совсем непростым и даже местами нервным, ибо во-первых, у нас мало видосов обозреваемого девайса, а во-вторых, наблюдали мы этот электровоз только издалека, на картинке, черно-белой, с отвратительной полиграфией, и вообще ничего о нем не знаем. Это все подписчики, они просили. Поэтому, специалисты, электровозники, постоянники, настало ваше время. Можете кидать в комментах гневные посты обо всех лябах и даже ставить дизы. Вот тебе весь сказ. Давайте, что ли, начнем? Итак, гостем сегодняшнего обзора становится ВЛ-11 и его разновидности. Грузинский аппарат, который отличается... отличается... отличается умом и сообразительностью. Ну, это вряд ли. Знаете, когда речь заходит об этом электровозе, мы вспоминаем очень эксцентричную его оценку одним музыкантом, который, впервые увидев этого пациента, воскликнул «Фу, блин! Фу нафиг! Это что за губы? Убери! Убери! Убери это ведро сейчас же!» Он не знал, что так называемые губы — это клеммные ящики для розеток СМЕ. Поэтому в ВЛ-11 можно звать и губы. Да простят нас его поклонники. Кстати, именно СМЕ, то есть система многих единиц, и стала причиной появления на свет сегодняшнего героя. Оно ведь как было. Советский Союз, начиная с 1961 года, выпускал для вождения грузил на постоянном токе электровозы ВЛ-10. Машины были вполне удачные. К примеру, бригада из Депо Ленинград-Финляндский, которые пересаживались на десятки с ВЛ-23, так вообще были в восторге. Солидная мощность и достаточно продуманная схема, просторная и теплая кабина с хорошим обзором и звукоизоляцией, мягкий ход и грамотная развеска, что делало электровоз не склонным к боксованию. Конечно, были и траблы, но в пределах разумного, с поправкой на годы выпуска. Однако ВЛ-10 могли работать только и исключительно в составе двух секций, или цепляя два электровоза с двумя локомотивными бригадами. Начали конструкторы кумекать. Что тут можно улучшить? И выпустили в 73-м году опытные ВЛ-12, две машины. Да, они имели автономную силовую схему в каждой секции и так или иначе могли работать в составе двух и трех секций, но аппараты оказались крайне сложными и очень дорогими, поэтому творческие поиски продолжились. В том же 73-м году Тбилиси запиливает макетную секцию будущего героя. Редкое фото. А к сентябрю 75-го представляет почтеннейшие публики совершенно новую машину ВЛ-11-001. Вот. Внешне, как видим, она похожа на десятку, однако, как обычно, отличия спрятались внутри. В основном, обновы коснулись электрических схем. Тяговые электродвигатели лишились серии с параллельного соединения и стали иметь только серии с и параллель. В таком виде электровоз мог ехать как в режиме тяги, так и в режиме рекуперации. Позиции контроллера стало 30 вместо 37. С 1 по 15 реостатной для последовательного соединения и с 17 по 29 реостатной для параллельного соединения. Соответственно, 16 и 30 позиции ходовые. Выбор, как говорится, небогат. Правда, остались шунты четыре штуки. Тем не менее с 003 машина число позиций вновь стало равным 37. Но главное, каждая секция стала иметь свою автономную схему, что позволило ВЛ-11 работать по системе многих единиц тремя или четырьмя секциями. А в остальном конструкция электровоза мало изменилась. Тележки, тяговые двигатели, вспомогательные машины, батареи, токоприемники были позаимствованы со старичка ВЛ-10. И даже кузов, как мы уже видели, почти не изменился. Разве что добавились пресловутые губы. Подивимся на расположение оборудования локомотива. Ну, так скучно. В цвете, пожалуйста. Вот другое дело. Итак, каждая секция состоит из трех условных частей. Передняя часть. Голова. Задняя часть. Кабины, высоковольтные камеры и машинного отделения. Про кабину скажем попозже. А в ВВК расположены электрические аппараты, пусковые резисторы, блоки пуска регулирующих электрических аппаратов, индуктивные шунты, быстродействующие выключатели и прочее барахло. В торце секции установлены вспомогательные машины. Мотор-вентилятор с прикрученным к его валу генератором управления. Мотор-компрессор, рекуперативный преобразователь, малый компрессор и панель управления. Поскольку тяговые двигатели использовались от прежней модели, то и мощность электровоза не изменилась. Прогресс понимаешь. Кстати, надо перечислить характеристики пациента. Род тока постоянный. Напряжение в контактной сети 3 кВт. Часовая мощность 5200 кВт. Сцепной вес 184 тонны. Сила тяги часового режима 387 кН. Скорость конструктивная 100 км в час. В общем, не густо. А ведь в проектах предусматривалась замена старых двигателей на новые НБ-407 мощностью 775 кВт каждый. Но вот что получается, друзья. Те конструкторы, по сути, просто немного пофиксив электровоз, умудрились его ухудшить. Причем настолько, что мама дорогая. Возьмем за основу заметку в журнале «Локотранс» от января 1997 года. Автор назвал это чудо «сундук с шумом». И вот почему. Уже к началу 70-х вполне можно было при проектировании новинки отказаться от контакторно-реостатного выпуска тяговых двигателей с их перегруппировкой, как это реализовали полтора десятка лет назад на ВЛ-10. Более того, НЭПС уже начал выпускать электровозы с импульсным регулированием напряжения, причем индивидуально для каждой тележки. Вполне можно было бы поднапрячься и внедрить такую же фичу на ВЛ-11. Но горе-инженеры решили не заморачиваться, предпочтя тянуть целую кучу дополнительных проводов и кобелей, сильно запутав и усложнив электрическую схему. Мало того, они переместили песочные бункеры из кабины дальше в коридор, радикально тем самым нарушив развесовку машины. Да, кабины стали просторнее. Зато электровоз начал вести себя, как необъезженная кобыла, стремясь, особенно в сырую погоду сорваться в боксовании. Бригадам приходилось тратить тонны песка. Были случаи, когда чуваки просто вынуждены вставали на подъеме с грузовым. А уровень шума? Как рассказывали локомотивщики, он заметно вырос, прежде всего от работы вспомогательных машин, от которых машиниста и помощника теперь отделяла лишь тонкая металлическая перегородка. От себя отметим, что Тудери Тумба, пришедший на постоянники еще в 30-е годы, так никуда и не делась. Да, тбилисские инженеры упорно продолжали ставить ее в кабину, считая, видимо, что это мега-брутально. До кучи на некоторых VL-11 кресла были начисто лишены возможности даже незначительных перемещений, и машинист был вынужден натурально протискиваться на свое рабочее место между тумбой контроллера и креслом, пачкая брюки, а то и рвя их по шву. Если понадобится по фасту покинуть кабину, то фиг еще вылезешь из этой засады. Список достижений можно продолжить. По наблюдениям, цилиндры локомотива при торможении 254-м краном наполнялись столь быстро, что электровоз натурально спотыкался. Была вероятность повреждения колесных пар. Сама ВВК стала теснее, плюс появилась ступенька на полу правого тупикового прохода, в связи с чем немало машинистов летели кувырком, споткнувшись об нее. Да даже просто взглянуть на панель приборов в кабине нас всегда удивляло, почему нельзя было амперметры и вольтметры разместить внутри, а не снаружи панели, как на том же VL-10. Это типа вообще полный пофигизм. Дескать, ах, прикрутим так, чтобы не заморачиваться. Жесть. Гении технической мысли постоянно улучшали свое творение, внося многочисленные изменения в электрические схемы, что в итоге сильно затрудняло изучение, обслуживание и ремонт машин, особенно разных номеров. Знаете, сколько модификаций VL-11 мы насчитали? 8! 8 штук, Карл! Перечислим их слегка. Первое. Обычное VL-11.8. Третье. VL-11-U8. У-у-у. Четвертое. VL-11-M. Пятое. VL-11-M-4. Шестое. VL-11-M-5. Седьмое. VL-11-M-6. И восьмое. VL-11-M-7. VL-11-K. А вы знаете, молодой человек, каким веселым является управление на нашем герое. Забудьте про ЧС-4Т с его элегантным штурвалом, всеми ходовыми позициями и автоматически запускаемыми вентиляторами. Вот цитата из Википедии. В связи с модернизацией контроллера-машиниста и разбивки реостатных позиций на два сектора вместо трех. Позиции с первой по 21-ю общие для S и SP соединений. Можно при трогании поставить реверсивно-селективную рукоятку в положение M моторное. Тогда с первой позиции будет SP соединение. Но при этом электровоз потребляет значительный ток, особенно VL-11 первых выпусков, до 500 А каждая секция. И есть опасность пережога контактного провода. Поэтому, как правило, реверсивную рукоятку ставят для трогания в SM положение, сервисное моторное. Разгоняется на сервисном соединении, затем после снижения стартовых таков и разгона производят сброс на 0 и переключение реверсивной рукоятки в положение M. Это какой-то позор. Что-то мы раздухарились. Давайте к самому сложному. Попытаемся разобраться в модификациях чудесного чуда. VL-11. Итак, как уже было сказано, первый VL-11 с номером 001 увидел свет в сентябре 1975 года, по другим данным в июле. Отправили страдальца для испытаний на знаменитый Сурамский перевал за Кавказской железной дороги в депо Хашури. Проработал аппарат всего 8 лет, после чего был благополучно выпилен. Вторая машина того же года поступила в то же депо, где проработала до списания 9 лет. Что-то совсем мало. Зато третьему электровозу повезло больше. Будучи построенным в том же 1975 году, он стал работать в депо Курган Южноуральской дороги и до сих пор продолжает трудиться. Интересно, что в 2017 году машину оборудовали системой STAR для автоматического электрического торможения. Ringo Starr из Битлз одобряет. Последующие электровозы вплоть до 0.22 машины отправили на Свердловскую и Северную дороги. Начиная с 0.23 агрегата, ими стали снабжать и Московский узел. Небольшую часть ВЛ-11 передали в Грузию и Азербайджан. И всего чистых ВЛ-11 до 1985 года было построено 574 машины. ВЛ-11.8 В том же году ТЭПС начал выпускать серию ВЛ-11.8, продолжив номерной ряд. Таким образом, первой машиной стал 575 электровоз. В этой модификации сумрачный гений внес изменения в электрические схемы, а именно было убрано глубокое ослабление поля на первой позиции, но при этом увеличено сопротивление Реостата. Всего ТЭПС с 1985 по 1987 годы сумел наштамповать 259 ВЛ-11.8. Получается, кранем был номер 834, хотя по другим данным кране был 833. Напишите хоть кто знает, где правда. ВЛ-11.8. Пять электровозов этой модификации стали тяжелыми. Фермеры напихали в них балласт по 8 тонн на секцию. Таким образом, вес возрос до 200 тонн. Чтобы отличать локомотивы жирухи, индекс им был переделан на ВЛ-11У8, а номера 692, 696, 700, 705 и 707. Следующим по курсу следует ВЛ-11М модернизация с безразрывными переходами между всеми соединениями ТЭТ. Для нее был начат новый номерной ряд с 001. Первый аппарат ТЭПС выпустил в 1987 году. А всего их до 2004 года построили 464 машины. Плюс еще три электровоза ВЛ-11М4 с номерами 465, 466 и 467, которые были переданы в Азербайджан. На удивление опрятная машина с чистыми кабинами. Интересная деталь, у ВЛ-11М4 никогда не было коробов защиты штепсельных соединений, то бишь губ. ВЛ-11М5. Нон-стоп, как говорится, еще одна модернизация. Их продолжили выпускать сразу за ВЛ-11М, сохранив номерной ряд. Первым ВЛ-11М5 стал 468 номер, а последним 478. Всего таким образом построили 11 машин, отправив всю партию в депо Кривой Рог. Переднюю маску электровоз получил от ВЛ-15. Кроме того, как и на ВЛ-11М4 были убраны розетки СМИ. Строились машины с 2007 по 2008 год. Но на этом буйство красок не закончилось. ТЭПС на гора выпустил еще одну модификацию ВЛ-11М6. Номерной ряд, впрочем, вновь продолжился, и первой машиной этой серии стал 479-й локомотив. М6 был значительно переработан фермерами. Прежде всего аппарат обзавелся моднячьим кузовом, новой кабиной и статическим вспомогательным преобразователем. Получается, теперь можно было выключать вентилятор на выбеге. Кул. И самое главное, наконец-то из кабины убрали ту-дерри тумбу контроллера. Да, джентльмены, тбилисский завод ставил их на свои повозки вплоть до 2008 года, управляя мечтой. И только на М6 появились джойстики. Впрочем, саму кабину производил Днепропетровский завод. Всего с 2008 по 2015 год было изготовлено 32 машины, и последним номером этой модификации стал 510-й локомотив. Всю партию раздали Украине и Азербайджану. Все что ли? Нет, еще есть ВЛ-11К. Шайса. Это апгрейд обычных тбилисских ВЛ-11 екатеринбургским электровозоремонтным заводом, а впоследствии уральским заводом транспортного машиностроения. Самым первым в 2004 году был переделан ВЛ-11-400. Это как раз тот случай, когда первый блин комом, да еще каким. Вот послушайте, это цитата. ВЛ-11-400К ужас машинистов Свердловской железной дороги. Эта скотина живет абсолютно своей жизнью. В любой момент может разобраться схема тяги, остановятся вспомогательные машины, упадут токоприемники, а через несколько томительных минут, когда ты уже встал на лимитирующем подъеме стяжелым поездом, все вновь может заработать. Сколько она принесла во все депо техотказов и браков? Сколько было просьб на совещаниях по безопасности убрать эту машину в музей под открытым небом, сделать из нее рельсосмазыватель или отдать вывозное движение? Так нет же, ее периодически выталкивали на просторы полигона, где она продолжала собирать техотказы и браки. Машинист, помни, ВЛ-11К-400 следит за тобой. Вроде как последующие локомотивы частично пофиксили, но особо восторженных отзывов мы не нашли. Пусть работники Свердловской дороги, которые в курсе, в комментах напишут, где там собака порылась. Фух, неужели все? Вроде как. Начиная с 1975 года и по 2015 было построено, если верить Википедии, 1346 столь разнообразных электровозов. ВЛ-80С со своими изменениями в схеме нервно курит в сторонке. Часть технических решений, испытываемых на ВЛ-11, легли в основу так называемой Синары 2С6. Впрочем, это совсем другая история. А ВЛ-11 продолжает работать и в России, и в Украине, и в Грузии, и в Азербайджане. Вот видите, бочечки тянет. Кстати, как там с моделями сегодняшнего героя? Что-то совсем плохо. Не любят его моделисты, но голову не вешать. ВЛ-11 нет, а бочечки есть. Летите, соколы! Вот взгляните, какая красота. Бочечки, ой, простите, цистерны, от компании Евротрейн. Совсем недавно нам удалось увидеть их вживую и даже подержать в руках. И это, друзья мои, действительно великолепно. Отличная проработка и детализация. Вот что приходит на ум, когда разглядываешь цистерны от Евротрейна. Например, тележки. КВЗ-Х3. Проработка на 5 с плюсом, а колесные пары из металла. Знаете, как они катятся? Вот. А звук? Металлический, очень правдоподобный. Ну и ездовые качества, разумеется, на высоте. Очень аккуратно окрашенный котел и рама. Причем с высокой степенью реализма. Этим Евротрейн выгодно отличается от некоторых других фирм. Как удивительно правдоподобные изготовлены хомуты, крепящие котел к раме. Мега топ. На разных вагонах разные номера. Уважение к клиенту. И, конечно, все необходимые надписи. Кроме самих номеров есть и тара, и грузоподъемность, оператор приписки и так далее. Подвагонное оборудование. Выше всяких похвал. Так классно. Вот, дивитесь, штурвал ручного тормоза. Возухораспределитель, запасной резервуар, тормозной цилиндр и даже расцепной рычаг автосцепки. Удивительно тонкая работа. Евротрейн предусмотрел две шахты на раме для разных типов автосцепок. С моделями в комплекте поставляются и копейные, и модельные сцепки. Что немаловажно. Несмотря на столь тщательную проработку цистерн, они вполне себе крепкие, поскольку основным материалом при их изготовлении является сверхпрочный пластик. Так что при грамотной эксплуатации такие вагоны прослужат не один десяток лет. Впрочем, его можно и не катать на макете, а просто держать на полочке, периодически заставая и рассматривая, находя все больше мелких деталей, которые радуют глаз. Евротрейн – это наши единомышленники, которые единственными в России серийно производят модели вагонов и локомотивов в правильном 87-м масштабе. Более того, компания сумела объединить под одним брендом и макетную студию, и сеть магазинов для моделистов, и даже производство масштабных железнодорожных моделей по спецзаказам. С уверенностью можно сказать, что продукция Евротрейн – это всегда гарантия качества. Если джентльмен заглянет на сайт компании, то будет приятно удивлен предлагаемым ассортиментом цистерн. Это и вагоны для светлых нефтепродуктов, и вагоны для перевозки тяжелых нефтепродуктов, и цистерны для растворителя и спирта, бочечки с внутренним обогревом, и с открытой рамой, и просто набор из двух разных цистерн – бензин и нефть. Вот это выбор топ. Такой набор не грех и приобрести, как для себя любимого, так и для близкого человека. Не зря же есть такая поговорка – цистерна – лучший подарок. А сделать это можно в магазинах Москвы, у станции метро Трубная, самый крупный магазин Евротрейна, или у метро Маяковская, где тоже много интересностей, ну или в Питере, у метро Технологический институт. Пожалуйста, приезжайте и покупайте. Разумеется, можно заказать модели цистерны, не только их, через интернет. Ссылку мы оставим в описании. А чтобы быть в курсе новостей и новинках, которые постоянно появляются в продаже, стоит подписаться на группу ВВК и на инстаграм-компании. Там много крутых фоточек из мира моделизма. Евротрейн гарантирует профессиональный подход клиенту и отличное качество продукции. Что довольно трудно сказать о OL11. Один работник охарактеризовал его как вырубленный каменным топором из куска железа локомотив. Такое вот сравнение. А что думает уважаемый зритель? Действительно, в OL11 оказались настолько неудобными машинами? Или же нет? Нам очень интересно ваше мнение. Черканите хоть в комментах, прям не знаю. Да не забудьте подписку на канал проверить. Спасибо, что досмотрели наши каракули. Будем признательны вашей оценке. Еще раз благодарим за просмотр. Всем удачи и до новых видео.